Продолжение следует... 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 Вы знаете, сегодня мы делаем нечто подобное, что однажды делал Иисус. Сегодня наверняка нет такого отца или матери, который сказал бы, что я не хотел бы, чтобы моего сына или мою дочь Господь не благословил. Даже люди, которые, может, не служат Господу, они хотят Божьего благословения для своих детей. Мы все хотим для наших детей лучше, что было для нас, да? Мы хотим оставить им больше благословения, больше дать им возможностей. И сегодня с нашей стороны есть желание, чтобы Господь благословил нас и наших детей. И как бы такой вопрос, хочет ли Господь благословить нас и наших детей? Я думаю, что многие из нас в начале этого года начали, может, читать Библию, открывая первые главы Библии, это Бытье. И на первых строках, в первых стихах говорится, что Господь начал творить. И после того, как Он сотворил животный мир, птиц небесных, рыб морских, написано, что Он благословил их. Потом Он создал человека, и Он благословил мужчину и женщину. Господь на протяжении всей Библии благословляет народ свой, благословляет людей, которые стремятся к Нему, которые ищут Его. Он благословил Авраама, Он благословил Ноя, Он благословил Исаака, благословил Иакова. Господь хочет благословить. Он говорит, ходи предо мной, будь непорочный. И Господь обещает Своё благословение для каждого из нас. И если Господь хочет благословить Свой народ, и народ Божий хочет принять это благословение. Вы знаете, почему порой мы как бы не переживаем это благословение, может, сполна? Почему порой мы как бы не чувствуем, и чувствуем, как будто бы это препятствие? И в этом случае, как я прочитал, препятствием являлись ученики. Они не допускали. Желание было с двух сторон. Желание было со стороны тех, которые пришли за благословением. И желание было со стороны того, кто хотел благословить. Но ученики являлись препятствием, не допускали. Вы знаете, могут ли быть в нашей жизни вопросы или в нашей жизни такие моменты, которые как бы не допускают нас, или не допускают Господа, чтобы Господь благословил нас? И я думаю, что могут. Я думаю, что могут. Вы знаете, как много зависит от нас, как родителей. Как много зависит от нас, как мужчин, как отцов в наших семьях. Придет ли это Божье благословение в нашу семью? Благословит ли Господь наших детей? Будет ли Божья благодать работать над моими детьми в такой обильной мере? И да поможет нам Господь, чтобы мы не были, знаете, нашими действиями, нашими разговорами, нашим поведением, препятствием для Божьего благословения, для наших семей. Есть такое место Священного Писания, вы знаете, я скажу, что оно не совсем оно как бы любимое мое место, но оно написано в Слове Божьем. Говорится так, что Ибо Господь Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И оно как бы не совсем, может, порой понятное, но я вижу в этом слове, что есть какая-то связанность с тем, как мы ходим пред нашим Господом, и то благословение, которое будут переживать наши дети. И я хотел бы сегодня просто призвать, и я знаю, что эти детки, они сейчас ничего не понимают, они ничего, может, не запомнят, да, но мы как отцы, и мы как матеря, возлагается на нас особое благословение, для того, чтобы больше благословения пришло в жизнь наших детей, наших сыновей и дочерей. Господь требует нечто от нас, Господь хочет увидеть наше хождение перед Ним и благословить нашу семью. Еще одно место я упомяну, это написано 1 Коринфянам, 2 глава. Не дети должны собирать, а я извиняюсь, 2 Коринфянам, 12 глава. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. И это место священного писания, как бы на первый взгляд, оно кажется, что здесь речь идет о финансах, о благополучии, о наследстве, которое оставляют дети своим родителям. И родители оставляют своим детям. И вы знаете, приехав сюда в Соединенные Штаты, многие родители в пожилом возрасте, они не могут оставить наследство своим детям, машины, автомобили, какое-то имущество, большие счета в банках. Они не успели здесь основать свои карьеры, построить карьеры, заработать какой-то капитал. Но вы знаете, я верю, что Господь, Он призывает к нас, и как бы такую мысль хотел оставить. Что вот это наследство, которому призывает нас Господь, которое мы оставили нашим детям, вот это богатство, это имущество. Я хотел бы сегодня обратить внимание наше духовное, вот это передачу этого благословения новому поколению, нашим детям. Передать вот этот факел веры, передать вот это наследство, это благословение, которое однажды переживали наши родители, передать его нам. Чтобы мы могли передать это нашим детям. Это благословение. Это наследие такое, ну можно сказать, святых. Это не финансы, это не дома, это не автомобили, но это благословение, это помазание Святого Духа. Это действие Святого Духа, это руководство Святым Духом. Передать это нашим детям Сегодня мы может или вы не в силах оставить своим детям миллионы Оставить им дома, автомобили Но есть нечто, которое Господь как бы требует, чтобы мы оставили нашим детям Чтобы мы передали эту эстафету веры нашим детям Чтобы мы вложили в их разум, в их сердце Пока они еще, может, одномесячные Когда они еще не ходят и не ползают Когда они еще даже не огукают Когда они еще, может, ничего не понимают, как кажется на первый взгляд Но мы начали им передавать то благословение Которое мы сами однажды переживали И вы знаете, здесь как бы такое одно но существует Если мы не имеем ничего, чтобы мы могли передать Если у нас как бы нету этого навыка Если у нас нету этого опыта Если я не переживал Божье присутствие в моей жизни И я не слышал Его голос к моему сердцу Что я могу оставить, какое наследие моему сыну или моей дочери Если я уже охладел и духовно разбитый человек Что я могу оставить моему сыну или моей дочери Сегодня определенная ответственность ложится Да, она ложится на церковь Она ложится на служителей, на молодежных лидеров, на пастырей Но большая часть она ложится на отца и мать Она ложится, хотя мы, может, молодые и неопытные Хотя мы, может, хотим возложить эту ответственность на кого-то другого Но ответственность ложится на нас Как отца и матери, чтобы передать это благословение И апостол Павел говорит, что И слово мое, и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Чтобы вера ваша утвердилась Не на мудрости человеческой, но на силе Божьей Вы знаете, хотелось бы, чтобы этот девиз был в наших семьях Что наше учение, наше наставление нашим детям Наше желание, то, что мы говорим им Чтобы оно не было на мудрости человеческой Мы можем по-человечески сделать все правильно Но по-божьему мы можем упустить очень много Вы знаете, по-человечески может казаться все красиво и хорошо Но по-божьему может быть много упущено И апостол Павел говорит, что моя проповедь Это было явление силы Божьей, духа Божьего И я хотел бы, чтобы в наших служениях и в наших семьях Оно так и было Чтобы мы, как дети Божьи, просто благословили наших детей Благословили вот этих вот маленьких людей Маленьких членов нашей церкви Благословили их сегодня, как церковь Иисуса Христа И мы, как родители с нашей стороны Сделали все возможное, чтобы это благословение Оно пришло Чтобы мы не были этими людьми, которые как бы стоим преградою Но чтобы это благословение пришло в наши семьи И я бы еще мог бы сказать пару мыслей Но дети уже подсказывают, что пора молиться И я просил бы, чтобы мы все просто встали на наши ноги Братья, служители, пожалуйста, пройдите, возьмите детей И мы все вместе будем молиться и благословлять наших деток Слава Богу, молодец Слава Богу, молодец Так, всех деток взяли, да? Да, слава Господу Он дал о себе знать Братья и сестры, будем молиться за этих деток Благословлять их, призывать Божье благословение на их жизнь Да благословит нас Господь Благослови всех детей Благослови эту девочку Эмию Боже, благослови ее жизнь Благослови ее судьбу Благослови ее возрастание, рост, развитие, здоровье Благослови ее хождение пред Тобой Благослови эту семью, в которой она растет Боже, благослови Пошли Твою благодать и милость Пошли Твое благословение Господи, чтобы эти детки, они были благословены Тобой Чтобы они росли во славу Твою Господь, для славы Твоего имени, чтобы они росли, Господь, в радость, Господь, и утешение Своим родителям, чтобы они были добрыми детьми, добрыми людьми, Господь, чтобы они были благословенными членами церкви, чтобы они служили Тебе, чтобы любовь, Господь, к Твоему Слову и к служению Тебе, оно привилось с детства, чтобы они возлюбили Тебя, Господи, Глория, романик и на бады ли романик и работа не романик и на баре лея 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 л Делаем, Господь, то, что однажды сделал Ты. Мы благословляем этих деток. Господь, по желанию их родителей, совместно, Господь, совместно с церковью, с братьями, с служителями, мы молимся и призываем Твое благословение. Господи, желание наших сердец, чтобы эти детки, они были благословены. И по слову Твоему мы призываем, Господь, Твое благословение. Да благословит Тебя, Господь, и прохранит Тебя. Да презрит Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Своим на Тебя и даст Тебе мир. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Крепь наш, сущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вреди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть царство, и сила, и слава, вовеки, аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДимаTorzok.